привет меня зовут эт и сегодня я начинаю свою обширную серию советов рецептов и других мероприятий по лечению хронического гайморита ну и гайморита в целом я запишу не менее 10 а может даже и 15 самых эффективных народных и домашних рецептов по лечению этого непростого и приносящего неудобства заболевания все ссылочки вы найдете под видео также если вы досмотрите видео до конца увидите несколько анимированных окон нажав на любое из этих окон вы сразу перейдете на другое видео этой серии а рецепт на сегодня такой сегодня мы будем применять очень сложный и очень эффективный состав и так достаем растения алоэ каланхоя и цикламена ну вот так эти растения выглядят далее вам нужно купить в аптеке мазь вишневского и также будет нужен еще жидкий мед майский жидкий мед все берем достаем все эти компоненты значит растений каланхоя цикламена алоэ выдавливаем с них сок с листьев одну чайную ложку выдавливаем сок ну подготавливаем какую-то маленькую посудку что все это вы перемешали по одной чайной ложке сока этих растений дальше меда 1 столовая ложка и мази вишневского 1 столовая ложка сначала перемешиваем все соки потом добавляем мазь вишневского тоже перемешиваем потом добавляем мед все хорошо перемешиваем далее желательно освободить ноздри от соплей воспользоваться там сосудосуживающими каплями чтобы они не загромождали проходы готовим себе из марли тампончики которые мы будем вставлять в ноздри поглубже эти два тампончика мы хорошо макаем данную смесь мы ее хорошо перемешиваем данную смесь можно и хранить в холодильнике перед тем как применять надо просто просто поставить чтобы она чуть-чуть прогрела чтобы она была не холодная данная смесь то есть вынять ее где-то на час потом сделать процедуру на час если вы вы имете такую баночку она за час просто на столе прогреется потом сделали процедуру опять поставлю в холодильник значит процедуру выполнять два раза в день не менее трех недель а лучше четыре недели просто макаем Как я и сказал, макаем наш столбик из марли, макаем в данный целебный состав и хорошо заталкиваем в ноздри. И сидим так 30 минут. Если не наступили никакой реакции сильной, аллергической, а там сопли, слезы, это все отлично. Главное, чтобы не было никаких высыпаний и других аллергических реакций. Если этого нет, значит все можно продолжать. Два раза в день, 21 день минимум, а лучше 30 дней. Потом, если необходимо, можно поменять раствор на другой мой какой-то состав. Также в это время можно работать и с другим каким-то составом. Например, два раза в день работаем с этим составом утром и вечером, а в обед делаем себе другой мой состав, отличный по рецептуре от этого состава. И тогда два вот этих прекрасных целебных состава более эффективно будут работать. Также не пренебрегайте терапией, которую назначил вам врач. Это обязательно антибактериальная терапия. Если у вас есть гной, это антибиотики. Все, не допускайте сильного нагромождения соплей в носе. И всего 30 дней работайте с двумя или даже тремя моими рецептами. Вот такой прекрасный рецептик на сегодня я вам и рассказал. От несносного, острого или хронического гайморита. До встречи на моем канале завтра. Не болейте и пока. Всем удачи и мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok